Торжество православия, что это сегодня в наших условиях? Торжество православия, братья и сестры, это самоидентификация православных людей в настоящем мире. Это понимание правды Божьей и уход от этнообрядовости. Потому что православие – это не замена шашлыка на пескарике в Великий пост. Православие – это не бородища до пупа и не волосы, сплетенные в косичку за спиной у монаха или кого-нибудь другого. Это все вторичные вещи. Православие – это не панихидка в 9-й и 40-й день. Православие – это единственный удерживающий, говоря словами апостола Павла в его втором послании к фессалоникийцам. Второе послание к фессалоникийцам, вторая глава, где апостол Павел говорит о неком человеке греха и сыне погибели, который назовет себя выше всего называемого Богом или святыней, выдаст себя за Бога. И народ, всемирная эта деревня, это глобализованное человечество, поклонится ему, поклонится зверю, поклонится лжепророку. Вот там он и пишет, что, я об этом говорил им ранее, не спешите колебаться умом, во-первых, и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного. Будто уже наступает день Христов. И дальше он пишет об удерживающем, такой вот катехон. Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. Значит, когда удерживающий, ну, сами понимаете, как мы говорим, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, твою благодатью. Заступи, то есть, стань между мною и врагом моим. Вот я, вот мой враг, и я боюсь, что сил не хватит. Заступи, спаси, помилуй, сохрани. Вот этот удерживающий, тот, кто стоит между мною и врагом моим, между православием и врагом его, удерживающий. Многие думали, не без основания, что это православная монархия. Но вот православной монархии в России нет, и нигде нет православной монархии. Те монархии, которые есть, там, британская, там, какая-нибудь там, саудовская, там, или монахская, или испанская, они не православные. Значит, монархии православных нет, а удерживающие есть. Об этом мы тоже должны будем сказать. И тайна беззакония в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Когда будет взят, Господи помилуй, тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которое пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих. Погибающих. За что? За то, что они не приняли любви, истины для своего спасения. За это пошлет им Господь Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи. И вот люди сегодня, верящие лжи западной, СНН, там всякие вот эти, ТДДН, БББН, там это УКРАСМИ, это просто какое-то, это адово болото было уже давным-давно. Они совершенно продали душу рогатому. Но люди верят им из-за пустоголовости, а пустоголовость возлюбленная – это непростительная вещь, ибо святое место пусто не бывает, голова – это святое место. И природа не терпит пустоты, как рек однажды некто итальяне Сторичелли, и поэтому пустые головы наполняются дерьмом из УКРАСМИ и прочих фейкометов, сидящих на гудзоне, или их филиалов, разбросанных по всему миру. Так вот, Павел еще давно сказал, что наказаны будут и погибнут за то, что не полюбили истину для спасения. И будет послана им от Бога действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. И так удерживающие есть – это благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа, которая живет в православной церкви, которая действует в мире через православную церковь. И это российское государство, которое на сегодняшний день одно только имеет – волю, ум и решимость, и физические возможности, силу, огромность территории, богатство, недр, в будущем полное единство народа, сопротивляться вавилонской блуднице, которая просто пьяная, это пьяная женщина, пьяная развратная женщина, сидящая на звере багряном. Это она воюет с миром, это она превратила любимую нами Украину в непонятно что, и против нее война. Так вот удерживающие сегодня торжество православия – это российское государство и Вселенская православная церковь. Да, ослабленная, да, имеющая проблемы, да, разрозненная в некоторых отношениях и аспектах, да, мучимая тяжестью происходящих событий, но, тем не менее, она есть, и благодать через нее подается всей Вселенной. Можно вспомнить уже напоследок еще оболганного, обманутого и преданного царя Николая. Он сегодня как никогда важен для нас, потому что его судьбу повторяет Россия. Она оболгана давно, она предана давно, она окружена врагами давно. Но она сегодня коллективный царь Николай, который не имеет греха за душою, лично Николай Александрович Романов, субиенный своей семьей дочадами и домочадцами, и который сегодня в царской славе, в небесной славе, сменив венец земной на венец небесный, может помолиться о своей стране, потому что мы его страна, его народ. Все становится на свои места, все маски сброшены, все должно быть понятно, должна быть Библия в руках, пост и коленопреклонение перед Богом небесным. Вот это и есть торжество православия. Все остальное – это исторические коннотации для энциклопедистов. А вот наше торжество православия – это послание апостола Павла. Так мыслю, так с вами делюсь. Разумеете языцы и покоряйтесь. Яко с нами Бог. Страха же вашего не убоимся, не же смутимся. Яко с нами Бог. Господа Бога нашего таго освятим, и той будет нам страх. Яко с нами Бог. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok